Хорошо, мы приветствуем ITN. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Отлично. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой ITN, под ногами, тем тонких тел ITN находит все. Тебе надо эту оболочку убрать. Хорошо, Влад, разрежь оболочку и на счет 3 она отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3, да, будет так и так. Есть? Готова. Она вышла сейчас из нее. Говорит, я приветствую вас. Приветствуем. А что это за оболочка ITN? Ну, она думала, это ее. Хорошо, выстраиваем канал от этой оболочки к ответственным. 1, 2, 3. Гуманоид и арахноид. Вот так вот, гуманоид и арахноид. Вот кто был ответственный за эту оболочку. Арахноид сплел ее. Даже так? Знаешь, эта оболочка очень похожа. Она как желе, как резина какая-то. И она похожа на такую, ну вот, как айтен. Полностью облегает она ее. Толстая только она, оболочка. Давай проверим. Выстраивается от гуманоида и арахноида каналы к другим ответственным, которые связаны с этой энергетикой. Они притягиваются в клетку-тюрьму, демони не находились во вселенной. Да, будет так, а так и есть. Гуманоид только. Один гуманоид. Хорошо. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой. Айтен под ногами. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел. Айтен находит все. Ну, выпал демон сразу с какими-то визгами, картинками, ссорами, инкуб, джинн. Все. Значит, у нас получается гуманоид, арахноид, демон, инкуб и джинн. Да. Хорошо. Так, гуманоид, откуда ты? Сириус. Сириус. Ловец душ? Да. Как долго ты находился в этом биополе и почему ты пришел? Значит, он 10 лет сидит. 10 лет, хорошо. 15 лет сидит, арахноид. Чтобы приплести вот этот, как окон, оболочку он начал после того, как гуманоид пришел. Да, я вижу, да. Хорошо. Демон считает цифры над головой. Подожди, еще вот этот гуманоид говорит, что душу всегда можно забрать. Да. Ну, пока можно. Но он говорит всю душу вытрепать, как вы это говорите. А что ты думаешь, гуманоид, что тебе это безнаказанно вообще сойдет с рук? У меня такой вопрос к тебе. Ты до такой степени уверен в своей безнаказанности и верховенстве. Он говорит, что я не давал таких эмоций. Я прекрасно понимаю, где я нахожусь. Хорошо. Считай цифры у демона над головой. 18. 18 герцовый. Ты посмотри, какая радость. И что ты здесь делаешь, Дима? Объясни мне. Есть ли у тебя контракт? Зачем мне контракт? А на что ты зашел? Покажи мне ситуацию. Ну, все подряд. Серьезно? Эмоций столько через край. И крик, и скандалы, и все остальное? Слезы. И слезы. Ну, это ж ты любишь это все. Это ж депрессняк такой страшный. А самое главное, она всегда. Да. Она всегда выбирает неправильные... Варианты? Варианты. А почему? Ей кто-то подталкивает ее к этим неправильным вариантам. И тут я начинаю смотреть в сторону Джина. Джин-то при чем? Мы про мужчин говорим. Неправильные варианты она выбирает. Потому что есть у нее своя корысть в каждом варианте. Хорошо. Корысть, ты сказал. По молодости. То еще что-нибудь. Хорошо. Как долго ты находишься в ее биополе, демон? Семь лет нахожусь. Семь лет. Скажи мне, есть лярвы в ее биополе? Да, есть. На спине лярвы. Ты хочешь меня попросить в конце сеанса отдать тебе эти лярвы? У нее на языке мозоль. Такого я еще не видел. А ну, расскажи. От слов? Много болтает. Сама себе не верит. Да. Скажи, это мозоль. А твоей чистоте ты можешь ее тоже забрать, если хочешь. Да. Хорошо. Я после того, когда ты, я дам тебе отдельно команду, когда ты будешь выходить и вытаскивать все, что я оставил, ты можешь забрать эту мозоль и вот эту лярву, которые, все лярвы, которые у нее находятся в биополе. Так, семь лет. Меня интересует теперь Инкуб, как долго ты находишься в этом биополе? Три года. Демон привел? Позвал, что добро пропадать. А что, так много работы, что один не справляется? Разные частоты немножко. Согласен. Хорошо. И Джин меня интересует. Читай цифры над головой Джина. Семь, два, восемь, шесть. Семь, два, восемь, шесть. Хорошо, Джин. Как долго ты находишься в этом биополе? Говорит, она не золотая моя. Она любит золото. Липкое. А, вот как. Твоя частота тоже там есть, да? Яркая любит, блестящая. Яркая, блестящая. Камешки. А в тебе это отзывается приглашением, не так ли? Оно звенит. Звенит. Зовет меня. Ну, демон там уже сказал одно слово, корость. Поэтому я не знаю, там, не буду вникать глубоко в это. Ты мне скажи, Джин, как ты попал к ней и когда? Он почему-то показывает ковры, подушечки, цепочки разные. Ну, это его любимое. Это они обожают. Украшения, даже одежда яркая. Подушечки и так далее. Это они все любят. Кольца. Кольца. Скажи мне, как, с чем тебя передали, в каком сосуде? Как ты попал к ней? Я же говорю, липкая, манкая. Ты с золотом пришел? Как ты попал? В виде чего? Тебя передали к ней или она купила тебя где-то на базаре с какой-то вещью? Или кто-то подарил ей эту вещь? Или ты без этих вещей сам просто пришел? Прилип. Ты сам прилип к ней? Звенела она, да. Звенела она на этой частоте золота, липкого. Теперь скажи мне, когда это было? Сколько лет назад? Четыре. Четыре года назад. Хорошо. Я даю команду тонкой копии, Айтен, спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенным. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Айтен. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Ну, у нее, получается, к гуманоиду нет канала. У нее есть канал вот к этой оболочке. Парахноиду есть канал. Ну, и ко всем остальным, соответственно. Счет чернота, отсвеченная разными. Демоны с красными. Клубы идут. Понятно. Вот так руки к колбу сделала, но она чувствует, что с нее уходят вот эти все клубы в разные каналы. Говорит, вся моя жизнь уходит. Это не вся ваша жизнь, это чернь выходит из вас, Айтен. Жизнь – это свет. Она как расслабиться не может. Айтен, расслабьтесь. И отпустите все эти энергии, пусть идут к тем, кто им вам их дал. Она говорит, как я смогу жить без них, я буду пустая. Как далеко, Айтен, вы ушли с этими низкими энергиями? Просто страшно слышать. Мы заправим вас светлыми энергиями. Вы заметите радость. Она говорит, что в таком мире я живу. Вы делаете мир вокруг себя. Вы притягиваете тех, какую чистоту вы излучаете. Вот на этой чистоте приходят и люди. Излучаете радость – приходят радостные люди. Излучаете паранойю – приходят неврастенники. Излучаете страх – приходит страх. Все очень просто. По законам мироздания одинаковое притягивает одинаковое. Это не ваша жизнь. Если вы считали это вашей силой, это не является вашей силой. Это, наоборот, очень большая слабость. Вы из-за этой темноты никогда не сможете увидеть света. Мы сейчас попробуем вам помочь в этом. Я надеюсь, вы поймете в процессе сеанса. Ты ее убедил, но она не до конца понимает, что с ней будет дальше. Доверяйте нам Айтен, как вы и доверили в самом начале этого сеанса. Мы не сделаем вам никакого ущерба. Мы уберем все, что вам, что не должно находиться там, где она находится. Реверс закончился. Отлично. Устанавливаются фильтры золотой силы. Два, три. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Айтен себе обратно. А на хозяйка своей энергии возвращает все свое себе обратно. Выстраиваем канал к этой оболочке. Один, два, три. И реверсом забираем. Весь в биористате находится Айтен. Все возвращается назад по праву. Пошла энергия с оболочки? Да, идет. Человеческая энергия идет. О, человеческая. Это опасно. Считай информацию уровень высшего я. Одиннадцатый. Одиннадцатый уровень. Хорошо. В любом случае это высокий уровень. Ждем окончания реверса. В чем-то информация идет, что она рано забыла, кто она. И очень приземлилась. Готова. Отлично. Хорошо. Реверсом забрали все энергии. Начинаем тогда сейчас. Сын Куба. И Куб выходит. Снимай все свои ленточки. Все, что ты оставил ошейнике. Под ключики. Отключайся. Возвращайся в клетку. И докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Демон, у меня к тебе вопрос есть. Скажи мне, что там насчет магии? Там есть какие-то магические воздействия? Ты обычно такое должен чувствовать. Мы все равно будем проверять по-любому. На нее, от нее, сам поймешь. Смотри, у нее, короче, как его, инкуб? Да. Он, когда к ней подходит снимать, у нее тело реагирует сразу. То есть он ей противен, и она от нее. И тут такие энергии сразу. Отвращение. Понятно. Рекомендую. И даже от того, что она сама не понимает и не хочет от нее. На любую чистоту, я так понимаю. Вот здесь на инкуба сработало, потому что он первый вышел. Что он снимает, Вера? Он снимает разные кожаные штуки, полоски. Готово. Хорошо. Джин выходит, забирает все, что наставило в биополе. Возвращается в клетку и докладывает мне о готовности к проверке. Приступай. А Джин шептал ей что-то? Джин, а что ты ей шептал, расскажи мне? Где ей шептал? Денежные? Да. А сколько процентов из этих идей, если взять 100%, воплотилось? Из тех, которые ты ей шептал. Вот из 10 идей сколько воплотилось? Говорит, я так много не шептал. Просто ты можешь зарабатывать золотые монеты только тогда, когда она вырабатывает пустую энергию. Когда она зачем-то гонится за какими-то вещами. Много пустоты было. Много пустоты было. Хорошо. У него, получается, конкретных панключек нет. У него есть вот вокруг нее тоже как шепот какой-то. Забирай все. Воплотнения какие-то. Понятно. Кто делал ее невидимым для мужчин? Видимая она даже через чужую. Вот как хорошо. А как она... Для определенных мужчин. Для определенных мужчин, которые находятся в состоянии принятия ее энергии? Это вы это? Понятно. Понятно. То есть это я, как понимаю, судя по энергиям, неправильные мужчины? Демон говорит, что там корысть в обе стороны. Понятно. Туда мы нырять не будем. Забрал Джин. Джин, хорошо, забрал. Демон, выходи. Снимай все, что ты оставил. Не возвращайся в клетку. Одолжи мне сразу то, что ты убрал. Я потом дам тебе разрешение забрать лярвы. Приступай. Все снял. Хорошо, Демон, я тебе разрешаю забрать это на языке, что находится, и лярва на спине, и где еще там находится. Ничего не забывай. Забирай. На языке вот он как шарик вытащил. С языка. Это виск, да? Это вот так вот оно манифестируется? Это слова. Скажи мне, какие слова могут быть? Я еще просто никогда не видел шарика на языке. Я видел черный рот и другие вещи. Но вот шарик на языке, это для меня новое. Объясни мне, как это? И какая у него функция? На что он пришел и какую он давал на физическом плане реакцию? Ну, пришел он, как я понял, ты уже сказал. На болтовню. Болтовня. То есть перемывание, обсуждение людей, да? Сплетни? Не обязательно. А что именно? Какая именно чистота меня интересует? Есть чистота сплетни? Пустая болтовня. А, ни о чем. Корыстная болтовня. Корыстная болтовня, пустая болтовня. Хорошо. Я думаю... Нужно знать, когда женщины много пролтает безумок. Да. Есть такое у нас. Жесты какие-то делает. Для привлечения. Угу. Манипуляции. Да. Это все на твоей чистоте. Я все понимаю. Я снял. Мне нечего ему сказать, действительно. Просто нечего ему сказать. Он имеет право быть. Он пришел на то, что излучает его энергию. К святым приходят. К святым. Все, кто думает по-другому, приходят другие. Хорошо. Гуманоиду выходить не надо. Он может из клетки достать все свои подключки. И забрать все свои энергии, которые он оставил в биополе. Приступай, гуманоид. Но у него, как он говорит, невидимыми нитями связана вот эта оболочка. Подключена полностью. Для кого они невидимы? Для нас они видимы. Вот он их и снимает. Отключает оболочку полностью. Понятно. Готов. Арахноид выходит, отключает, забирает все, что оставил, всю жидкость откачивает, всю паутину. Приступай. У него сплетений на голове много. Кокосы какие-то. Как оно влияло, арахноид, на нее на физическом плане за 15 лет? Раздражало. Все раздражало. Почему не понимала? Вот причина раздражений и нашлась. Хорошо. Арахноид, ты 15 лет живешь в ее биополе. Скажи мне, есть у нее в квартире, в доме, где она живет, порталы, подключики? Живут ли там другие интерференты? Да, есть. Хорошо, айтен, у вас в доме находятся порталы, живут другие интерференты. Порталы нужно закрывать, иначе ваше жилье всегда будет заманивать таких сущностей. Итак, он все отключил? Готов. Хорошо. Арахноид снял. Арахноид все забрал, да? Хорошо. Я даю команду на счет 3, начинается раз, синхронизация. Автоматически. Готово. И я даю команду на счет 3, скэнер начинает сканировать пространство над головой. И проводит контрольную проверку. Малейший наночастица уничтожается на месте. Если что-то крупное, загорается маячки. 1, 2, 3. Скэнер сканирует и проводит контрольную проверку. Чисто. Хорошо. Все прошли проверку. Буду отпускать. Инкуб готов ходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Демон готов ходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ставь угненную пентаграмму. Готово. Арахноид готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Джин готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую, Ли. Я намерен отпустить гуманоида из этой ситуации. Оцени ее, пожалуйста, и дай мне подтверждение. Нет, гуманоида они заберут. Если нужно, отпустят сами. Оболочку уничтожить. Понятно. Благодарю. Под оболочкой открывается портал галактическое ядро. И оболочка улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Гуманоида забрали. Хорошо. Все. Поехали дальше. Поехали по частотам. И переходим на чистоту магическое воздействие. Если таково есть или было, проявляется. Знаешь, какая-то информация идет. Угу. Что лично на нее не было. А если и было, она давным-давно перекрыла это. То есть... То есть явно ты магии не видишь? Нет. Хорошо. Хорошо. Значит, уже бывает отрабатывает программу магией просто вот так вот становится. Хорошо. Переходим на чистоту неупокойной. Значит, магии нет. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Подселенец есть. Отправляю его в клетку. Откуда подселенец снимается? Все маски и голограммы? Сумасшедший какой-то. Как? Сумасшедший. Сумасшедший? Это шо? Сумасшедший. Понятно. Она меня слышит? Слышит. А как долго ты находишься в ее биополе? Подпрыгнул 10 лет назад. 10 лет назад. А где это было? Покажи мыслеформу. Ну, он какие-то танцы показывает. Во время танца какого-то. Понятно. Сколько лет ты уже не живешь в физическом теле? 90. 90 лет. В 1930 году. Умер, да? Ты мужчина или женщина? Мужчина. Сумасшедшим домом. Понятно. А кто был ответственен за твою болезнь сумасшедшую? Что ты попал в сумасшедший дом? Демон? Как случилось? Или ты не помнишь? Люди тебя довели, да? Понятно. Хорошо. Ты имя свое помнишь? Маньяком меня называли. Маньяк? Так называли. Но ты же никого не убивал. Не помню. Хорошо. Ты хочешь уйти в светлый портал? В чистилище? Возможно такое. Да. Ты хочешь этого? Хочу. Ты ничего не оставил в биополе, где ты находился 10 лет? В биополе Айтен? Только свои мысли. Хорошо. Ты забрал их, эти мысли? Не при мне. А не при тебе. Хорошо. И на счет 3 открывается светлый портал. Портал чистилища. 1, 2, 3. И бесплотный подселенец уходит в свой портал. Его встречают родные и близкие. Что у нас там, Вера? Он зашел туда. Как же долго, говорит. Хорошо, что он еще нас встретил. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Айтен. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Он говорит, что я совсем по-другому себя чувствую. Я поняла, что я распыляла энергии. Абсолютно верно. Их нужно было сохранять и гармонизировать. Конечно. Все правильно. Вы сказали, вы чувствуете себя пустой, когда выходили энергии, вибрации негативные, интерферентом. Как вы себя сейчас чувствуете? Пустой или полный? Гармоничный. Вот это ваше нормальное состояние Айтен. Вот так вот нужно себя каждый день скидывать из себя, выдавливать весь этот негатив, скидывать его, не собирать его. Безусловно, это осознанность, что говорить, кому говорить, стоит ли вообще говорить, ну и, конечно, действия. Прослушайте внимательно. Ну, парень, что мне вообще ничего не хочется говорить. Мне хочется насладиться своей музыкой. Замечательно. Хорошо, будем возвращать вас назад в ваш биоробот. Вы закончили чистку. У вас еще есть проверка. Желаем вам всего наилучшего. Наслаждайтесь собой новой. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Айтен в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. От нее какая-то музыка идет, как дудочка. Слово дудочка идет. После чего музыка идет. Какая-то ее волна. И волна вибраций, в которых она успокаивается. Не успокаивается, а гармония. Гармония, да. Готово. Хорошо, Верочка, и отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Продолжение следует...